Мы сейчас находимся в автобусе, и я поснимаю вам район Ени-Шахир. В этом районе Ени-Шахир очень много квартир, 2 плюс 1, 1 плюс 1. Мизители не так часто, в основном 3 плюс 1, 4 плюс 1. А здесь вот такие есть квартиры, двухкомнатные, так простым языком, трехкомнатные. Он углубляется, Ени-Шахир. Мы сейчас едем по университетской дороге, и я вам покажу даже, где университет. В этом районе очень много новостроек, то есть город разрастается. Раньше здесь были мандариновые и апельсиновые сады, а сейчас вот новостройки. Ну, конечно, есть, смотрите, какие красивые. Ну, конечно, здесь этот район, студентов здесь очень много, квартиры снимают, потому что мероприятия находится рядом. В этом районе университетская улица. Под обе стороны, от дороги, кафешки очень много, потому что здесь вечерами собирается молодежь. Такая более молодежная улица, можно сказать, как красивый дом. Разные, очень много этих кафешек здесь. Стадион здесь летний, открытый. Вот видите, там дальше сады. Ну, дома здесь разрастаются, как грибы. Вот мы все как будто поднимаемся в сторону. Так, видите, вот мне кажется, скоро на этом месте вырастут новостройки. Все ближе, ближе мы подъезжаем к университету. Видите, Мерсин университет. В честь этого университета и улицу назвали университетскую. Вот здесь он начинается. Ехать надо ехать еще. Здесь рядом сады, вот такие елочки хвойные. Сейчас мы вот так спускаемся. Университет нет, а вот университет вот там. Ну вот, с той сторони мы не проезжаем его. Видите, какие парки здесь красивые. Стадион. Друзья мои, а это больница для студентов. Называется, и не только для студентов, но здесь они проходят практику. А также больница называется университетская. Смотрите, какие огромные здесь глины. МИЮ, тип факультеты СИК, в Станесе. Возле этой больницы сеть аптек. Вы видите, как их много. Кстати, возле каждой больницы вот так очень много аптек находится. Вот так выглядит эта больница со стороны. А рядом с университетом, с университетской больницей, общежитие для иностранцев, для тех людей, детей, которые живут в других городах. Посмотрите, какое огромное общежитие. В Мерсине здесь один такой университет огромный и новостройки. Конечно, инфраструктура здесь не развита. Вы посмотрите так сильно, как в центре. Видите, вот здесь, наверное, будет скоро... В скором времени появится новостройка квартиры. Я не знаю, какую цену. Если вас интересуют квартиры, у меня есть риэлтор, который ответит на все ваши вопросы. Друзья мои, в этом видео я хотела показать вам приближенность района Ленишехир. Смотрите, как идет строительство. Стройки, стройки, стройки. И очень быстро, кстати, строят. В Ленишехир есть газ. Это очень... Это, мне кажется, самое главное. Такие автобусы здесь. Проезд на автобусе 2,5 лиры. Очень частные. Есть автобусы, транспорт, маршрутки. Мини-автобусы. Такси есть. Ну, такси здесь дорого. Потому что Мерсин, допустим, если доехать от Князителя до Горума, 30 лир просят. На автобусе можно за 2,5 лиры доехать. Здесь, кстати, комфортно. Нормально, мне кажется. Никаких проблем. И то точно не могу сказать вам. Потому что я не... Когда езжу, пользуюсь карточкой. Карточки можно купить в любом магазинчике там. Где продают, мне кажется, где газеты, вот такие вот вещи. Это можно купить. Видите, стройка, стройка, стройка. Такие красивые дома. Я говорю, Мерсин настолько огромный, что я с каждым разом для себя открываю его. Если бы мы не попали, не поехали в больницу, сейчас едем тоже в больницу, в больницу, везем подарок. Я бы не узнала, насколько большой такой Мерсин. Счетевые магазины здесь у нас в Турции. Есть государственные и не государственные. Государственные эти, такие как Айюзбир. То есть А101, Шук, Бим. Не государственные. Микрос, Карфур, Гроссери, Баймар. Естественно, там овощи, фрукты намного где-то дороже, чем можно купить на рынках. А так вообще по субботам, воскресеньям скидки есть на многие товары. И очень выгодно иногда покупать и там. В основном, вот я сейчас приловчилась. Мой муж раньше покупал в Карфуре, а потом я научила. Меня подсказали добрые люди, спасибо им. Ну и я, может быть, подговариваемся мы сейчас в этих государственных магазинах. Очень довольны. И, конечно, и в Карфуре тоже. Хочу показать вам новый Сайяпарк. Мы сейчас под квартиру возвращаемся в глубокое море. И здесь открыли как форум торговый центр. Я обязательно приду один день, а снимаю и покажу вам. Он находится... Есть такой торговый центр Кипа. И в глубине находится... Вот там есть Нишихир. В принципе, это все Ей-Нишихир. Ну, сейчас мы уже в середине Мерсина. Вот такой, глядый, автобус. Так люди идут. Много колледжей. В каждом районе школы, сады. Как частные, так и государственные. Но садики здесь нету государственных. Все платные. Ну, я, как и вижу, здесь дома лет по 15 уже, наверное, не новые. Новостройки много. Вот где мы проезжали. На улице Университетская. Вот в районе Университетской больницы. Общежитие. Здесь такие вот... Конечно, и новостройки тоже есть. Вот видите, там дальше виднеются беленькие. И там дальше в глубине. Очень огромный город, очень. Я даже не знаю. Вот Ей-Нишихир, Белли-Диэрси. Тут даже здесь есть такой старый райончик, видно. Уже скоро-скоро... Мне кажется, это граница с... Чаршия называется, с центром. Нет, это граница будет с форумом. На форуме вот такой вот, там двухэтажки, трех-четырех. Там в районе форума. Так выглядит БИМ. Государственного магазина. Вот так выглядит Карфеля. Тут магазины рядом, один друг с другом. Средняя школа. Там дальше русский. Видите, разные марки. Кажется, мы здесь выходим. Крустерить. Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Атан. Атанта Атанта Атанта. Атанта Атанта Атанта.